Размыло песок. Все завалено песком. Полностью снесли. Соскучился и полом соскучился и по тебя за русским. Вдруг вам нужен шашлычник. Сейчас. Звоните ребятки. Артур готов поработать. От дюны до дюны полностью все размыто водой. Последний шторм повыбрасывал их из морских глубин. Посмотрите какие здесь залежи. Колючая проволока. Говорится не забывайте, что вы на российских курортах. Добрый день дорогие друзья. Приветствую вас из пасмурного города курорта Анапа. Нахожусь на пионерском проспекте в районе россиянки. Сегодня покажу несколько пляжей. Витязева с вами зацепим. Сюда приехал, потому что были фотографии в сети о том, сколько много выкинуло рапанов. Попробую вместе с вами их увидеть. Сегодня по температуре воздуха плюс 11 градусов. Ветер у нас должен разогнаться до 14 метров на порывах. И возможно, что мы сегодня закатим море на кайте. Вчера каталочка получилась. Такая довольно-таки приятная и классная, но не снимал. Потому что зачем много моря вам показывать. А также в конце видео вы увидите великолепный закат, который происходил вчера. Сегодня, если он будет, я его тоже засниму. Сама россиянка переделана в апарт-отель уже. На канале у меня есть видеосюжет, в котором я показывал, как выглядят эти самые апартаменты. Так что не стесняйтесь, заходите, смотрите в поиск россиянка Азаровский. Именно вот таким мне представляется пионерский проспект. Только побольше лавочек и мусор. То, что ты идешь по тротуару широкому. При этом бы еще велодорожки. Она с левой стороны, кстати, имеется. Идет до мечты от самой Анапы. К ней очень много разнообразных нареканий. Не всем людям нравятся резкие спуски и подъемы. Но как мне объяснили, по-другому было сделать невозможно. Хотя, кто его знает, возможно это было или нет. Здесь с левой стороны буревестник ласточка. Сюда по прямой проход к морю лето. И здесь с правой стороны россиянка. С левой стороны у нас находится бывшая шахтерская слава. Там спортивный бассейн строили, не достроили. С правой стороны у нас бимлек по пути. Сант вилла находится, которая убрала все тополя. Был очень тенистый проход к морю. И построила из плитки и бетона. Вот обратите внимание, советская часть Пионевского проспекта. Нынешняя деревьев нет, как и зелени. Зато много бетона, плиточки. Красиво, да? Но не мне. Для меня лично очень обидно, когда застраивают все вот эти территории проходов к морю. Это очень печально, что, допустим, проход между Одиссеей и Черноморцем ждет та же самая участь. Жалко, что его никак не получается остановить. С другой стороны, из положительных моментов, здесь есть освещение, есть тротуар, есть дорожка, по которой можно идти. Но в летнюю зной здесь очень жарко. Ну и колючая проволока. Как говорится, не забывайте, что вы на российских курортах. Эх, наша действительность. Как я не хочу, чтобы вот в это уё превращались все наши проходы к морю. Очень сильно не хочу. Также здесь находится отель Робинзон. Раньше здесь было всякое воздушное ограждение. Сейчас вот из евро-штакитника сделали металлическое. Но он уже существует здесь давным-давно. Еще при старых-старых администрациях был построен. Как говорится, дал началу застройки этого проезда к морю. Добираемся до наших великолепных дюн. Здесь вдоль них можно добраться до тополиного проезда. Раньше это место было закольцовано. Сейчас там куча всяких разных шлагбаумов, как и тот, который сзади меня остался, не дают возможность проезжать. Ну и метет ветер песочек. Это говорит о том, что где-то десяточка продувает уже сейчас. Красота, друзья. Первый вид на пляж. С левой стороны мы видим, что очень много разного мусора, который разрушил шторм века. Строение на пляже уже засыпает песком, и его никто не убирает большому сожалению. Ну и наши великолепные дюны ждут, когда уже придет конкретно весна. И они смогут выпустить свои листочки, чтобы показать мы здесь. Мы живые, классные и прекрасные. Поднимаюсь на самую верхушку дюн, и отсюда открывается невероятный вид на море, на нашу любимую Анапу. Какова красота, дорогие друзья. Смотришь на все это и не можешь поверить, что ты живешь на море. Можешь каждый день приходить, дышать морским воздухом, совершать эти великолепные променады и наслаждаться такими невероятно красивыми видами. Как вам? Напишите обязательно в комментариях. С правой стороны у нас пляж Ривьера находится. Здесь у нас детские пансионаты краски Бимлюк выходят на пляж. Красотища, глаз не оторвать. По традиции именно на этот пляж выкидывает огромное количество рапанов. Именно ради этого я сюда и приехал. Посмотрите, какие здесь залежи. Просто можно порадоваться за всех тех, кто имеет возможность сейчас прийти их пособирать. Рапаны, правда, все пустые. Любителям полакомиться рапаном, говорится, бесплатно. В общем, к сожалению, не удастся это сделать. И посмотрите, и туда дальше прям такая полоса идет. Это последний шторм. Повыбрасывал их из морских глубин. Вот такая красота. Я думаю, что не зря я приехал. А вы мои труды оцените лайком и комментарием. Спасибо вам за это. Смотришь на эту красоту, аж дух захватывает. Рад за тех людей, кто собирает ракушки, которым повезет. Прошел еще дальше. Здесь прям залежи. Действительно очень-очень много. И мелкий, и крупный рапан, и мидии встречаются. Как говорится, чего здесь только нету. Ах, какова красота Черноморского побережья. Эти россыпи идут полностью по всему берегу здесь на пляже. Посмотрите. Ай! Кайф! Вот еще интересная находка. Часто спрашивают, что это такое. Дорогие друзья, это пакетик такой, в котором хранятся яйца скатов. Вы их видели у меня на канале. Очень часто и я, и мои подписчики их снимаем. Они небольшие. У нас водятся на мелководье по утрам. Часто бывают. Раньше их было гораздо больше. Но сейчас, к сожалению, и вылов, и экология у нас оставляют желать лучшего. Ну и вот раньше вот таких вот пакетиков было прям великое множество. Сейчас их найти большая довольно-таки редкость. Хотя в этом году очень многие задают этот вопрос. А значит, что они встречаются все чаще. Дай Бог, больше живности в море, красивее будут погружения. Похвалим наших уборщиков пляжей. Мусора вот именно на береговой территории. Там я показал, что есть. Но здесь чисто. Видите, вот весь пластик уже по пакетам собран. Это говорит о том, что будет у нас чистота и красота. Только ракушки, песочек, солнце, морюшка и вы. Здравствуй, пляж на речке Можипси. Добрался сюда, ребятки, чтобы здесь посмотреть, как кайтеры уже раздают в море. И покажу вам заодно, какая речища здесь уже протекает. Не тот мелкий ручеек, который раньше был. Кстати, вот там знак находится. Пешеходная зона. А уже настоящая река. Вот такое русло размыло. И смотрите, от дюны до дюны полностью все размыто водой. Вот так вот, ребята, меняется полностью все. К лету, я думаю, что и будут менять русло, чтобы здесь был проход более удобный. А сейчас вот так вот по краешку дюн приходится пробираться до пляжа. Не обходится без индивидов разнообразных. Там прямо на море на машине выехал человек. Здесь, ребята, я вам рассказывал в самом начале, когда только был виден остов, было раньше мельница, как рассказывают местные жители. Им спасибо за информацию. Но сейчас водой это все подмывается, размывается. Часть фундамента уже там валяется. Довольно-таки интересно. Представляете, такая мельница здесь стояла. И речка мажипсин крутила жернала. Так, тот чувачок посмотрел, что делать. И вроде бы сдал назад. Здесь у нас лежит двенашка. Собирается на запуск у нас уже очередной кайтер. И один, два, три купола вижу в море. Ну еще там три человека сейчас тоже пошли переодеваться. То есть около семи-восьми куполов сегодня будет кататься. Также у нас на гостевом проезде, передаю привет, тоже мой подписчик приехал на кайте катает. Там гостиницу снимает и прямо там выходит. Но его уже не видно. Он раньше катал. И искатели золота ищут. И находят очень много. Как вчера выкладывал в телеграм-канале от Вячеслава, что он находит. А потом мне скинули в личку фотографии с одной из двух, как говорится, заходов в море. Сколько можно найти разной мелочевки. Вот такая вот обстановочка здесь на пляже. Ну что, пора переодеваться и врываться. Кстати, здесь, по-моему, дует меньше, чем мы были с вами и дуло на пляже Бревесник. Вот так в море красота. Давайте еще немножко посмотрим на кайтеров, приближе их вам, чтобы вы ощутили на каком расстоянии вообще находится. А то я видео выложил, говорят, ты вдоль берега катаешься. Ребят, вдоль берега здесь опасно. То, что если любая ошибка, падает кайт, тебя выносит на берег. Это большой экстрим кататься вдоль берега. Более безопасно находиться вон там глубоко, далеко в море, как те, собственно, ребята и находятся. Игорь Берега. Тут подготовка идет в море. Кайтеры покоряют его. Я тоже переодеваться и врываться. Кайфы! Начинаем врыв! Погнали! Ну, как говорится, начнется. Надеюсь, ветра мало, ребятки. Поэтому опять что-то интересное показать. И получится. Видите, провал не держит кайф, только на мат. Да, в прошлый раз выложил для вас каталку. Были очень классные комментарии, что понравилось. Сегодня решил повторить. Но ветра мало, как я и сказал вначале. Поэтому немножечко приходилось махать и пытаться преодолевать волны было гораздо сложнее. Но это, как говорится, мелочь. Когда вокруг тебя море, бушуют стихии. Стихия, кстати, раскачала ночью волны. Они приходили сегодня до двух метров. Но выйти туда за второй лайнап было очень-очень сложно. Было и жесткое падение. Это все вы увидите впереди. Сейчас мчим. Первый галс. И он самый великолепный всегда. Ух, какой подлет. Красота. Приземление. Но это низенько. Вдаль, так говорится, прыжок. Ничего такого сверх интересного, наверное, для меня. Для вас выглядит, я думаю, что очень красиво. При этом море сегодня принимало меня очень хорошо. Потому что было ласковое. Было, в принципе, теплое. относительно градусов 8. Водичка может быть чуть-чуть больше. С губин ветром пригоняет всегда воду потеплее. За ночь она остывает, потому что температура около 6 градусов по ночам. Но все равно при этом тепло и хорошо. Сейчас к концу недели обещают плюс 15 в Анапе. Разворот, кстати, очень хорошо сделал. Успел уйти от волны. И вот на этой пене уже летим обратно в сторону берега. Пытаюсь вернуться, потому что в точку старта сегодня было очень тяжело возвращаться. И посмотрите, какие волны на моем заднем фоне. Конечно, камера не передает все те эмоции, которые ты получаешь именно там. Но это единственный способ хоть как-то вас взять с собой и, так сказать, прокатить на кайте. Потому что другие камеры не дают сделать и это. Я ищу какие-то еще другие варианты. Может, если получится где-то там на стропах повыше камеру зацепить, чтобы более красивые виды были. Ну и так, в принципе, пишите свои отзывы. Я потому что доволен той картинкой, которая у нас получается на выходе. Подлетаем уже к берегу. Здесь кайтеры вдоль катаются. И при малом ветре сегодня был небольшой трешаковый подлет и провал. Потому что не хватает ветра в кайте, чтобы удержать райдера непосредственно в воздухе. Еще один раз возвращаемся. Здесь попытался набрать скорость побольше, разогнался и гораздо лучше получается уходить от волн. От одной ушел, перескочил через ее плечо и сзади уже нагоняет меня следующая волна. Катаемся сейчас в районе пляжика Лазурный берег. Вот его как раз конструкции. Пролетаем мимо. Сегодня в телеграм-канале были от Натальи опубликованы фотографии. С этой каталочки можете зайти посмотреть. Фотографии действительно очень интересные и красивые. Несмотря на то, что ветра было мало, она смогла зафиксировать несколько подпрыгиваний. Ну и просто на волнах тоже очень красиво смотрится. Доходим до точки старта и в этот раз получается уйти еще чуть-чуть дальше, чем река Можипсин. Когда подходишь к берегу, это действительно очень опасно. Потому что сегодня вот один из кайтеров уронил кайт и его даже немножко правого клопа берегом. Я когда так же самое упал в Лимане на косе голенькое, повредил очень сильно плечо и долго-долго оно у меня восстанавливалось. Сейчас видите споткаюсь на волнах, но устоял и это очень хорошо. Опять уже в районе пляжика Лазурный берег и летим туда. Здесь вот пытаясь руку подальше отвести, чтобы как можно больше красоты вам попало в кадр. Ну, ощущения, честно, невероятные. Особенно, когда смотришь это со стороны, как-то все происходило. Здесь резкий разворот и идем в обратную сторону. Переключаемся еще раз, потому что там у меня получилось выйти за второй лайнап. И я в открытом море, лежу между волнами и пытаюсь вам рассказать, насколько это круто и великолепно. Подъем и полетели в обратную сторону. Здесь очень важно, вот на заднем фоне видите, волна рушится, это значит идет большая. Они где-то, каждая седьмая волна приходят довольно-таки высокие и может тебя захлестнуть. Сегодня получилось без таких каких-то глобальных эксцессов попадания под такую волну. Обо всем этом увидите дальше в видео, там меня конкретно так замесило. Вообще, вот кайт, он именно помогает телу поддерживать себя в очень хорошей форме. Я считаю, что кайтер это, наверное, одни из самых сильных людей, потому что вот катание на кайте задействует абсолютно все группы мышцы и приводит тебя в тонус. Месяц не катался и после первых разов вообще не мог нормально даже встать. Сейчас уже хожу в ритм, но ноги все равно отвалят. Ух, какая волна получается ее пройти, чтобы она на тебя тоже не обрушилась. Но вот на камере все равно высота волн не передается. Еще одна рушится сзади, мы от нее убегаем. Как тот самый колобок, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от тебя и подавно уйду. Ну, тут мне повезло. Это на самом деле не может не радовать. Получился довольно-таки длинный галст, потому что в этот раз ушел дальше по берегу. Получилось развить хорошую скорость и сработала нормально зарезка. Это дает возможность, как говорится, ехать больше без остановок и уезжать дальше линии старта. Но, как говорится, ветер не радовал. Сегодня хотелось бы помощнее его, даже вчерашняя каталка была гораздо лучше. Хотя в прогнозе сегодня было поярче, чем вчера. Ну, так вот у нас не сбываются даже на следующий день прогнозы. Поэтому, когда вы спрашиваете, а какая будет погода там у нас летом, в какой-то месяц определенной даты вашего приезда, ответить на эти вопросы крайне сложно, так как даже прогнозисты ошибаются. Опять небольшой подлет и небольшой провал. Ну, не держит кайт, а так хочется летать. Потому что кайтинг – это не только скользление по водной глади, но и полеты. Но дождемся прогноза хорошего, высокой волны. Я вас обязательно еще с собой возьму и не раз. Уезжаем за речку Мажепсины, двигаемся в сторону пляжика Сибур-Юга. Здесь воды мало и приходится очень сильно концентрироваться. Потому что небольшой провал, и можно черпануть доской песок и полететь, как говорится, на берег. Вот так вот ушел дальше даже Сибур-Юга. Можете увидеть раз-таки джемоте, пляжик. И мы сейчас будем с вами пытаться брать волн. Я тут радуюсь, что ветра стало побольше. Это был такой небольшой приход. Сейчас смотрите самую жесть, которая проходила сегодня. Ну, как говорится, глаза боятся, ноги делают. И мы заходим с одной волны на другую волну. Вроде бы ничего не предмещает, как говорится, никаких последствий. Пока не случился вот этот гребен. От него спотыкаюсь, подлетаю, теряю доску падения. Меня замешивают в волне. Вот такая вот красота, ребята. Тут еще одна волна прилетает. Вот они все эмоции. Приезжайте, купайтесь в море, наслаждайтесь, друзья мои. Это невероятно. Это очень классно. Так что эмоции хорошие, позитивные. Несмотря на еще одну волну доску я все-таки достал. И мы погнали потом дальше еще кататься. Пока вот не произошла такая ужасная находка. Очередная трагедия. Я катался вдоль пляжика Сибабьюга и увидел на берегу, что там лежит что-то похожее на дельфина. Сначала не поверил, потому что давно не видел погибших дельфинов. И это меня радовало. Больше всего я боюсь, что этот дельфин мог быть непосредственно тем, который попал в сети. И это меня печалит очень сильно, потому что как раз-таки несколько их там было. И вот одного нашел возле пляжика Сибабьюга, а второй уже туда дальше был на 10000. Давайте поподробнее смотрите сами. Я катаюсь, ребята, увидел, что здесь произошла трагедия против пляжики Сибабьюга. Смотрите. Вот здесь пляж. Чем-то побредили. В нем прям дырки. Жуткая. Там пляж пытаются приводить в порядок, убирают внутрь. И эти домики, я не знаю, что они дальше делать будут. Здесь двухэтажное строение не появится. Дельфина очень жалко. Ведный малыш, а такой маленький, я уже погиб. Ужас. Улица Горького, пересечения с Цветочным. И посмотрите, у нас здесь раньше был голубой простор, а сейчас идет строительство детского садика. Снесли все, что здесь было. Я заходил с прямым эфиром, показывал территорию бывшего голубого простора. Сейчас здесь должен появиться уже садик, ребятки. В общем, работа кипит, идет. И не верится, что в этой части, видите, детский сад был. Я думал, где ним там выезды построят, а тут изыскали такой участок. Прикольно. Смотрите, у нас тут по улице Черноморска напротив столового Парфенон, который походу работает, все горит. Позаливали какие-то столбы. Тут что-ли, навес сделают или еще что-ли. Просто будет подсветка реализована. Прям даже интересно стало. Что это такое будет? Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас. Ребята, всем добрый вечер. Или добрый день. Добрый вечер. Представься, как тебя зовут. Артур. Рад вас видеть. В общем, ребятки, начинается весна. Даже Артур уже прилетел в наши любимые теплые края из своих северов. Не выдержал. Да. И, наконец-то, возможно, в скором времени начнет жарить не по-детски, а на нашей великолепной параллели, либо еще где-нибудь. Кстати, вдруг вам нужен шашлычник. Сейчас. Звоните, ребятки. Артур готов поработать где-нибудь. Потому что деньги зарабатывать надо, правильно? Не сидеть же, как говорится. И не ждать с моря погоды. Артур, ты сам вообще рад приехать в Витязево? Ну, конечно, рад. На самом деле, соскучился. И по вам соскучился, и по тебе за русский. В первую очередь. Это хорошо. Слушай, а почему вообще решил вернуться? Что случилось? Слушай, если честно, да, с работой проблемы. Работа плохо пошла. На самом деле, не было обманывать. То есть, в этом году у вас спад по торговле в Пятигорске? Чтобы сказать, нет вообще работы, это будет враньем. Это правда, будет враньем. Ну, у меня не получилось. Вот, все. Хватает. То есть, получается, работал на еду и на квартиру? Ну, грубо говоря, да. Вот так, да. Ну, чем собираешься вообще сейчас, Витязево, заниматься? На данном моменте, смотри, я, возможно, пойду в кафе с шашлыками. Но, возможно, у меня другой друг пригласил меня, там, ремонтная работа. То есть, на строительство пойдешь, займешься? На строительство, ремонтная работа, чтобы без работы не сидеть, правильно? Ну, хотя бы, пока, куда-сюда, пойдем уже шашлыки жарить. Взялу ремонтную работа, что-то такое, да. Ну, в этом году здесь ты уже работать не будешь. Я думаю, не буду уже, да. То есть, будет другая точка, ребятки. Поэтому, пока все непонятно и пока Артур не жарит. То есть, если вдруг вы уже спрашиваете в комментариях, а где Артур их жарит, ну, вот нигде пока. Сейчас, вот если вдруг у вас шашлычная есть, либо друзья ваши там держат, то пригласите человека поработать. Пускай, как говорится, проявит свои таланты, и нам будет куда прийти, чтобы поесть его великолепный шашлык. В любом случае, вы знаете, да. Да, ну, а мы уже с вам расскажем всем смотрящим. Итак, параллея. Сифуду работает дальше. Здесь Грека кафе. Сифуду тоже вкусная еда. Недавно был у нас обзорчик в этом месте. Ну, и сама, собственно, параллея. Центральный вход в нее. Я думаю, что красивая прогулочка нам сейчас с вами не повредит. Тем более, на паралле есть изменения. И обо всех вам вам расскажем. Артур уже гулял здесь. Гулял с Юлией. Юлию, ты спасибо не хочешь сказать? Юль, Юришка, спасибо тебе за то, что я приехал. Ну, а там друг мне привез. За то, что ты организовала номер там нам. Встретила. Отключи тебе спасибо. Обнял тебе спасибо. И вид уже на улицу Черноморского. Постепенно начинает все оживать. У нас сейчас столько машин по Витязево ездит по улице Горького. Потому что остался единственный въезд. А сейчас перекрыта вообще дорога с аэропорта. Я об этом вам ранее рассказывал. Но количество машин увеличилось. Сейчас еще начинается, как говорится, теплая пора. И везде идут строительные работы. Вы помните, здесь был замок Страха. Кстати, если кто-то ходил туда, напишите, понравилось вам или нет. И сейчас с левой стороны идет благоустройство бывшего кафе Византия. Здесь, на его месте, будет что, Артурчик? Как по разговорам говорить, будет океанариум. Что-то вроде такое. То есть открыть должны океанариум. Туда вход в Византию. Ну и здесь все вам торговые павильончики уже готовы. А так все-таки идет. Может быть, будет та же самая замок Страха, продолжение. Почему? Вдруг пошло, хотят еще больше людей пугать. Ну да, тут смотрите, какие-то фигурки делают. Всем добрый вечер. Тебя не высушили, да. Здесь изготовили металлок, каркас, и потом на него уже натягивается сетку, и ее оштукатуривают. Прикольно, на самом деле. Артурчик работал в прошлом году в кафе Арарат. Рядышком здесь был его мангал. Вот видите, в этом году там трудиться не будет. В большом сожалению. Так, на паралии бы мусор чуть-чуть поубирать. Тут ребята работают, мусорки выбрасывают, а отсюда уже никто не уносит. Гавана Мама с правой стороны. Сыроварня и надельня Вальнама закрылась. В большом сожалению. Фрегат. Посуда вроде бы стоит на столах. Но непонятно, работают они или нет. Здесь, помните, было караоке. В прошлом году они отработали, в этом году полностью снесли. То есть уже нету этого. Вот такие дела, дорогие друзья. Магазинчик фасоль на месте. Но здесь тоже какая-то плиточка лежит. Интересно, конечно. Прям столько всего разного происходит. Уже не хватало нам в этом году блинов от Романа. Но там была шаурма по-братски. Если кто пробовал, пишите, как вам. Эх, Артур, ностальгия. Вот по паралии идешь. Есть? Слушай, ну конечно. О чем вспоминаешь? Ребята, только сезон вспоминаю. Всех вас вспоминаю. И как всегда Азаровского. Здесь у нас атмосфера была, я так понимаю, в этом году у нас останется. Потому что никаких изменений не происходит. Ай, какова красота. Как ностальгируя по этим местам. Когда здесь столько много людей. Помню, когда здесь была хинкальная. Мы с вами устраивали здесь поедание хинкали. Тоже было. Юра был в роли ведущего. Прикольно такой эксперимент прошел на ура. На канале можете посмотреть. Есть что-то хорошее вспомнить, да? Да, слушай. Сколькими людьми здесь встречались. Сколькими обнимались. Ух, красота. В правой стороне у нас кафе Ван. Ну, пока тишина. И ждут тоже они следующего сезона. Тоже изменений пока не видно. Ближе к лету тут все начнет роиться. Видите, кто-то уже заранее готовится. Потому что большие изменения, как у кафе Византия, должны быть. Представьте, из кафе переделать в океанариум. Тоже, ух, надеюсь, только рекламы там не будет. Добро пожаловать в океанариум, которая вообще ненавистная была в Анапе. Надеюсь, что не те люди сюда переезжают. Все-таки хочется, чтобы животных содержали, как говорится, в хороших условиях. Ну, и тут тоже вроде бы без изменений. Смотрите, ребятки, пальмы внутри вроде бы выглядят хорошо. То есть пережили они все эти морозы наши, которые у нас прошли. Здесь с мусорками поступили кардинально. Просто их попереворачивали. Тут тоже пальма вроде бы нормально пережила. И выходим уже по прямой на главную площадь нашей параллели. Третье, сколько людей. Четыре человека пошло в ту сторону. Меридиан с правой стороны. Тоже пока везде тишина. Магазин Универсам Виват. Ну, а здесь встреча. Кафе, наверное, самое известное на параллее. С левой стороны у нас тоже крокодилы, рыбы, рептилии. Наверное, идет очень хорошо, раз решили еще в начале параллея открыть еще один океанариум. Далее Люксор. И с правой стороны у нас сверху детская игровая комната кафе-встречи. И также пальмы здесь все упакованы до следующего сезона. Тоже впереди. Уф, сколько людей. Здесь Гаргипия. У нас гостиница есть на обзоре на канале. С левой стороны Итаки находятся. И разнообразные магазинчики, которые вы тоже наверняка знаете и в которые вы ходили. Прям реально ностальгия. Помню, здесь ребята, артисты, мои подписчики тоже выступали. Мы к ним приходили на концерт вместе с ними, сидели, музыку слушали. Эх, времечко. Да и теплышко, да? Тебе хочется тепла уже? Да, конечно. Скорее было. Это самое главное, чего хочется в этой жизни. Побольше тепла. С этой стороны мы видим, что новое здание уже полностью, бетонные работы завершены. И думаю, в ближайшее время уже будет вырисовываться полностью. Как оно будет выглядеть. Я слышал, что там наверху должна быть зона отдыха. Типа, как здесь были выносные. Там с кальянами сидели ребята. Это внизу, может, какой-то бар, кафе. Но потолки здесь очень высокие получились. И прям интересно смотрится. Посмотрим, конечно, как это будет уже выглядеть в летний сезон. Причем строилось, видите, с отступами отовсюду. Как это должно быть по закону. Посадные работы прямо здесь и сейчас при вас производят. С левой стороны кафе Орион, столовая и все остальное. Улица Знойно-Серебряная сейчас в таком не супер приглядном состоянии. Там Софт Гранд, 4 звезды. Поближе базы отдыха Людмила находятся. Ну и другие гостевые дома. Даже один из них там есть на обзорчике. У меня в ту сторону. Это в сторону Мира. Улица Дублит тоже. Ну, так себе. Впереди у нас все пока забаррикадировано. Не знаю, где люди находят в таких количествах кофе. Фалюту он запускает. Но опять-таки все в мусорках. Мусорка заполнена. С правой стороны база отдыха Дюна. Как-то хотели, чтобы мы сделали обзор на нее. Но что-то пропали. Надеюсь, появится. Хотелось бы иметь в копилке еще такую великолепную базу отдыха. Чтобы вы знали, что туда тоже можно приехать. У них очень большая территория. Свой пруд есть. В общем, отдыха не хочу. Главное, чтобы финансы позволяли. Ну, а здесь пальмы. У нас прячутся до следующего сезона. Хотя уже можно их, наверное, раскрывать. Вроде бы заморозков у нас не обещают. Но тут на замок закрылись, слушайте. И с этой, и с той стороны. То есть к пальмам не заглянуть. А раньше получалось. Ты на море не купался еще? Нет. А что? Конечно, есть желание. Но только выздоровел. Я думаю, мы с тобой еще скупаемся. Ну, попозже. Либо в баньку сходим. Вот, хорошо. Да. Ну, тут пока у нас тоже никаких грандиозных изменений нет. Люди есть. Гуляют воздухом дождь. Это самое прекрасное. Как вот, помнишь, только молодые были эти сосенки, когда их посадили, а уже какие высокие. Как это красиво смотрится, да? Просто как вид меняется. Они еще и свои фитонциды распространяют. То есть и полезны, помимо всего. То есть морской воздух с соснами. Круто, да. Здесь получше выглядеть. С тобой согласен полностью. Тут тоже, смотрю, разгородили один из ролетов. Ну, каких-то глобальных изменений, в принципе, не видно. И это прекрасно. С одной стороны, ничему не удивимся. С другой стороны, хотелось бы, чтобы, как и обещала администрация, всю параллелью переделали. Сделали в едином, красивом, привлекательном, курортном стиле. Поставили как можно больше разных лавочек, аттракциончиков. Как бы это было хорошо. Доставка поехала. Ну, сейчас никому не мешает. Да, можно спокойно покататься. Потому что людей довольно-таки мало. Такой вымерший город. Я думаю, те, кто видели, ну, вдруг случайно вы не смотрели каналы раньше, впервые смотрите «Вид на Витязева» и увидеть, что здесь никого нет, для вас будет такой «Да ладно!» А что такое тоже бывает? Вот так вот. Кафе «Илиос» с левой стороны. Но он уже как кафе много лет не работает. Раньше был один из популярнейших баров по пути к морю. Ну, потом, как говорится, здесь что-то потихонечку все заглохло. Будем надеяться, что в дальнейшем развитие будет. Ну, и уже отсюда мы видим пески нашего пляжа, потому что они прилетели частично на саму параллею. С параллеи видим наш аквапарк. Он тоже ждет сезона. Обидно, что вот построили и все. Никаких изменений, добавлений нет. То есть каждый год бы ходить, там что-то новое, интересное появлялось. Но нет, все так и остается. Ага, ты рассказываешь, где Юля живет. Молодец. Как Юля? Юля молодец, все расстроил. Вообще красавчик. Это самое главное. Артур, видите, сегодня у нас такой немногословный, потому что вот так говорит. Ну, я только просто чуть выздоровел. Я помню, как ты голосовую мне записал, как это. Да, даже не могу разговаривать. Испались по ней. У меня же так страшно стало. Думаю, ну вот это да. Вот здесь сосны не хотят растения. Они уже погибают который раз и как раз таки показывают всю безысходность того, что у нас делает администрация, высаживая деревья непосредственно возле берега моря. Ну, погибают. Ветер морской выжигает все их иголочки и они засыхают. Надо, значит, какие-то другие деревья. Тот же самый лох серебристый посадить, кронировать его. Это тоже будет выглядеть очень красиво. Почему нет, собственно? Ну, я думаю, что и другие есть деревья, которые с удовольствием бы здесь росли. И вот отсюда, представляете, от вот этой гостиницы уже начинается песок. Ребят, представляете? То есть, докуда доносит его ветром? Конечно, самые такие штормовые годы здесь песка было еще больше. Ну, и сейчас это все так выглядит довольно-таки монументально. Мне так нравится Артурика курточка. Вот так бы сзади его в жизни не узнал. Настолько не привык, что он в чем-то таком длин, может, до колен ходит. Ну, тепло тебе хоть? Да. Кстати, смотрите, там было кофе, все забито. Здесь забито бутылками из-под пива и вина. Вот такая вот разная. А вот здесь, смотрите, сосна прижилась. Прям вот не понять, да? Почему там так, а тут так? Пока ближе много, да? Да, странно. Может, как-то ветер под углом сюда не попадает, а туда заходит больше. Мне кажется, если бы, как и раньше было, у нас перекрывали вообще паралии, вход, жестяными такими поверхностями, и песок сюда не залетал так сильно. Так вот, именно в эти моменты деревья бы, мне кажется, росли больше, потому что морской воздух бы на них так сильно не влиял. Но сейчас вот так вот выглядит выход, собственно. Все завалено песком и ждет следующего сезона. Красота? На свои места, да, возвращается. Ну, а мы тем временем выходим на пляж. Мои дорогие люди тащат оттуда полные мешки ракушек. Ну, кстати, я здесь убирал-убирал, сейчас смотрю, ветер подул, еще сдул песок, и опять здесь мусора много. В общем, надо перебирать и перебирать эти дюны, потому что люди скидывают туда мусор и засыпают песком, потом сверху опять происходит появление песочка. Ну, в этом году у нас раздувает сильно пляжи. К большому сожалению, мы видим оголяющийся мусор. Ну, может быть, даже не к сожалению, а к возможности, чтобы здесь наводили порядок. Ну, чисто, в принципе-то, сказать, что все плохо я не могу, потому что и мы здесь приложили руку. Есть видеоуборки на канале. Спасибо всем, кто смотрел и поддерживал. Кстати, представляете, даже Анапу не видно, насколько сильная сегодня у нас облачность. Итак, Артурио, первый раз в 2024 году. Я не перепутал сегодня, сказал 2024. Идет на море. Как у тебя встреча с ним происходит? На самом деле, когда еще смотришь, море бушует, такие эмоции. Но это непередаваемое, когда ощущения вот этих ребят. С тобой согласен. Это действительно так. Как можно передать ощущения от встречи с самым любимым местом поселка Витязево. Это, конечно же, наше море. И особенно приятно видеть убранные пляжи. Согласись? Да, чисто. Прям очень приятно. Я после шторма века прям смотрел на это, и так страшно было. Думал, никогда порядок не наведут. А сейчас вот какие-то маленькие веточки. И то это. Такая мелочь. Был недавно, видите, шторм, аж до сюда доходили волны и топило полностью все те пляжи. Последствия шторма видно. Я давно на Витязево не приходил. Я вам в тот момент как раз таки показывал, как топило пляжи возле речки Анапка. Ну, а сейчас море бушует, но волны в своих берегах не выходят сильно далеко. А мне, честно, нравится. Посмотрите, какой красивый муар. Размытое состояние. Прям приятно посмотреть. И там, возможно, даже дождь идет в стороне Анапы. Точно не знаю. Здесь хорошо. Слушайте, второго дельфинного мертвого нахожу за одно видео. Представляете, какая-то трэш. Здесь птичка, чемга погибла. Не выдержала шторм, бедненькая. Ну, массовистых на ней 5 нет. Такое бывает. Когда там одна птичка, 3-й, 70 метров, мне ничего страшного. Это естественный отбор. Но второй дельфин. Прям какая-то жесть. Но это вроде бы с этой стороны, по крайней мере, без внешних подтверждений. В общем, такая трагедия происходит. Два дельфина в одном видео погибших. Для меня это, наверное, большущая самая потеря. Потому что я так люблю дельфинов. Я так люблю, когда они в своей стихии радуют нас. Это жутко. Прямо смотреть. Отправлю в дельфа-центр. Ребята фиксируют все эти случаи. Пытаются с ними разбираться. Ну, а вам еще немножко море, дорогие друзья. Красота. В принципе, есть. Хоть чуть-чуть, может быть, заберет все те негативные эмоции, которые смерть наших любимых животных приносят в наши жизни. Так оно выглядит с этой стороны. Слушайте, здесь прям видно, да, насколько близко пляж подходит. То есть, размыло песок под вот этим вот строением, которое здесь было в начале перса. То есть, и продолжает все больше и больше песок забирать. Сейчас вот пляж отодвинулся он аж дотуда. Ну, возможно, летом изменится все. Но сейчас, даже, честно, и ветра такого сильного нет. Чтоб настолько подходило близко море. Вот так вот мы сегодня для вас прогулялись с Артуром. Показали вам то, как выглядит вообще у нас море наше, параллия. Артурчик вот впервые в 2024 году. Да, впервые в 2024 году. Боже мой, ребят, на самом деле, такие эмоции и ощущения. Ну, это прекрасно, честно. Это самое главное. У нас сегодня будет трансляция из Тайхаку. Но эфиры, вот такие посиделками, у нас будут удаляться. Они будут, наверное, в группу ВКонтакте нашу заливаться. Поэтому заходите, будьте онлайн. Ну, и подписывайтесь на канал, выбирайте галочку «Все оповещения», чтобы не пропускать наши прямые эфиры. Ну, и оповещения о них приходят в наш Телеграм-канал. Будем вас там всех рады видеть. Также хочу поблагодарить всех людей, кто поддерживает финансово на бензинчик. Спасибо вам огромнейшее от души за то, что вы о нас помните. Поддержать можно по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране. Ну, и вам всем привет, черноморские. Сегодня заката нету. Мы пришли именно в его время. Но я вам покажу вчерашний. Он был просто прекрасен. Наслаждайтесь, пожалуйста. Посмотрите, кстати, бесплатный туалет стал сейчас. Видите, это так сарказм просто. Очень обидно. Разломало конструкцию туалета. А так очень хорошие, я не знаю. Отзывы были великолепные об этом санузле, в принципе. Единственный был на центральном пляже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok